Код у нас в онкологической службе был успешным с точки зрения новых управленческих технологий. И мы внедрили скрининг полурактального рака, чем мы прям гордимся. За полтора месяца мы уже выявили 13 случаев рака на ранней стадии. Это люди, которые однозначно их жизнь спасена, можно сказать, потому что они все выявлены на ранних стадиях. Соответственно, они будут или уже, или в ближайшем будущем будут радикально прооперированы. И, соответственно, качество их жизни будет намного лучше, чем если бы это заболевание было выявлено через несколько лет уже в запущенной стадии. У нас не просто не самоцель снижения заболеваемости онкологической. Мы понимаем прекрасно, что она у нас в ближайшее время, если мы будем заниматься сейчас активно тем, чем мы занимаемся, она у нас будет расти, онкологическая заболеваемость. И нас это не пугает. Потому что, если мы хотим снижать смертность, мы должны как можно больше и раньше выявить случаев онкологической заболеваемости. Поэтому мы ожидаем к концу года, даже при росте заболеваемости, относимся к этому осознанно, спокойно. Онконосторожность должна быть в любом абсолютно возрасте, и как у пациентов, так и у врачей, конечно. И сегодня моя корневая задача как министра сделать онконосторожность ежедневной практикой каждого доктора, вне зависимости от того, какой специальности этот врач. Мы сегодня прям внедряем культуру онконосторожности у докторов. Рак – это обычное заболевание. Вот это мы должны вместе с вами внедрять в сознание населения. Рака не надо бояться. Рак, если выявлен рана, это обычное заболевание, оно абсолютно подается лечению. И без комплоенса, без совместной работы с пациентом, у врачей тоже ничего не получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова